Здравствуйте, меня зовут Ольга Попова. Я нахожусь в Лиске, в больнице на карантине. 14 марта я прилетела с Италии, рейсом Неаполь-Домодедово, который прилетел в 19.30. По прилету в Домодедово прошла полностью все контроли, заполнение анкеты, мерили температуру тепловизором, ну и так, общее состояние. С Москвы попала домой живо в Оранжеской области и рабочий поселок Панино. Попала домой уже в воскресенье, ближе к обеду, добиралась в Москву на автобусе и на такси. В понедельник, так как вы все уже знаете, что всем, кто прилетает в зон с повышенной зараженностью коронавирусом, есть такое постановление, что всех сажают на самоизоляцию на две недели. По прилету мне тоже выдали такое уведомление, что я должна две недели находиться на самоизоляции, на карантине, то есть одна. В понедельник мне позвонили с Панинской районной больницы и сказали, что сейчас меня приедут, заберут для сдачи анализов, хотя у меня должны были анализы брать именно дома. Значит, в понедельник меня забрали и сказали, что повезут меня на карантин в больницу, хотя никаких признаков заболевания у меня не было в Оранжеской области, на горячую линию. Где мне тоже сказали, что если у вас никаких симптомов нет, то вы должны самоизолироваться дома. Но дальше началось самое интересное. Так как мама моя работает в больнице, начался гнобеж со стороны врачей и всего медперсонала. В открытую стали ей говорить, ну что ты, больная коронавирусом, наобщалась, наобнималась со своей дочерью. Мама, соответственно, все это опровергала, потому что я здоровый, здравомыслящий человек, по прилету не имела контакт ни со своими знакомыми, ни со своими близкими, то есть ни с кем. Как бы я понимала, что такое самоизоляция. В дальнейшем начались слухи, сплетни и начался гнобеж не только родственников, но и всех тех знакомых, с которыми я общалась. То есть моих друзей, что они тоже контактировали со мной. Моя подруга, которая перенесла операцию по-женски, у нее просто была повышенная температура. Ей тоже сказали, что она общалась со мной. Где-то нас даже видели, хотя я уже находилась на карантине, нахожусь на карантине с 16-го числа. И как бы хочу сказать, мне даже по происшествию карантина, мне очень страшно возвращаться домой. Я не понимаю, какие последствия дальше будут и что на уме будет. Самое интересное, что в голове и в действиях людей будет происходить впоследствии. Как бы за себя я не очень сильно переживаю, потому что я человек грамотный, я человек, могу за себя постоять и могу что-то ответить. Я очень переживаю своих близких, так как у меня ребенок, мама, папа, ну и знакомые. Как бы попросила помощи у редакции, чтобы со всем этим разобрались. Звонила главврачу в Панинскую больницу, хотела объяснить ситуацию, хотела, чтобы он как бы собрал собрание и поговорил со своими сотрудниками. Оказались люди с высшим образованием, но с низшим уровнем воспитания. На что первый раз он сказал, что он занят, перезвоните через 10 минут, потом он вышел, потом у него совещание. То есть секретарю я объяснила, кто я и по какому вопросу я звоню. Но со мной не захотели разговаривать.